Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Роман Шкуда. Сделки недели». И мы сейчас узнаем у Романа, какой была у него прошлая неделя, что получилось, что не получилось и самое главное, почему. Приветствуем вас, Роман. Здравствуйте, Игорь. И сейчас хочу сегодня продемонстрировать, была сделка, ну еще частично находится в позиции. Я еще нахожусь в лонговой позиции и планирую досидеть до 15200. Как мы знаем, вот вчерашний день у нас закрылся достаточно сильно. Мы протестировали уровень поддержки в зоне 14600 и это, как мы видим на часовом графике, была ключевая точка. Вот она, я отмечу еще раз. Роман, Роман, вы от радости не назвали финансовый инструмент, который мы торгуем? Газпром, Игорь, прошу прощения. Я Газпром, я просто его вижу здесь и думал, что, я думаю, участникам также видно, но это Газпром. Открывалась позиция после пробития 14900 и в первый час. Но, как мы знаем, такие позиции открываться должны по неким правилам. Это было, во-первых, закрытие предыдущего дня, во-вторых, открытие по нефти, не шартовое. Видно, что инструмент закрепляется выше 14900 и сразу я здесь брал позицию после первой свечи. Ну, немножко рискованно, но я был готов к тому, чтобы получить стоп и, если что, еще раз перейти, как мы видим. Сделка отработала, частично я позакрывался и хочу досидеть до 15200. Последняя будет цель. Понятно, здорово, рады за вас, отлично, отлично. Да, и сейчас мы начнем по сделкам прошлой недели. Вчерашний день, скорее всего, разбирать не будем. Я думаю, что мы его оставим на следующей неделе. Да, конечно, конечно. Так, давайте мы начнем с... Сейчас я открою сделки с прошлого понедельника. Так, ну что, начинаем. Это 11 число у нас. Инструмент Газпром. Как мы видим, у нас был сильный уровень 14800. Вот он на часовом графике. Мы видим, один раз тестировали, отбивались оттуда, потом еще раз пробили, пробовали закрепиться ниже, но видим, покупатель оказался сильнее, выкупил диапазон и обратно закрыл цену выше 14800. Видим, то есть он достаточно сильный. Вот еще раз тестировали сложным пробоем. Вот у нас попытка закрепления выше. Еще раз тест 14800 экстремальной точки, то есть экстремума. И закрепление выше. Открывалась позиция, я понимаю, тут достаточно рискованно. Первый час так же было, да, видите. Но я помню, этот день я тейки не поставил. Потом как раз Игорем была передача у нас. Сначала у нас была утренняя планерка с лейтенантом Александром и потом с Игорем передача. И я не успел здесь, то есть не выставил тейки. И, как мы видим, инструмент пригнулся. Хорошо, что здесь не дали стоп. Сидел до конца, потом уже тейки поставил, как мы видим. Позиция открывалась по цене 14803. Стоп за лоу дня и за вот эту проторговку 14778. И тейки я потом выставил 14920, 947. И планировал еще часть позиций держать в зоне сопротивления 15150. Но мы видим, что инструмент не захотел проходить круглую цифру. Мы увидели ложный пробой на объеме. Вот он, обращаю ваше внимание. И остальная часть позиции была зафиксирована по цене 14947. Нет, стоп. Прошу прощения. 14969. Последняя часть позиции вот она зафиксирована. В принципе, сделка неплохо отработала, как мы видим. И дала заработать. Так, это у нас рубль, доллар-рубль. Первый ход на пробитие, можно сказать. А первая позиция была открыта как раз возле зоны 62200. Я тут успел как раз открыть позицию по цене 190 в этом случае. И сразу цена ушла. Но тут я не ходил на пробитие, а просто так получилось, что именно было на пробитие вход. Потому что, как мы знаем, у нас был уровень поддержки 68200. Еще дали добавить позицию после отката. То есть мы пробили уровень. Вот мы откатились к вот этой точке. Точке открытия протестировали ее в качестве сопротивления. И дали добавиться по цене 68.030. Стоп стоял 68.350 в этом случае. Просто 150 пунктов. 160 пунктов я тут ставил из добавления. И цели у меня были 67.647. И в последнюю часть я хотел еще посидеть чуть-чуть ниже. Но, как мы видим, не дали зайти. То есть не дали цене пойти ниже. Мы увидели удержание. Обычно, когда инструмент идет по тренду, вот так его не держат. То есть должно быть падение, откат. Маленький падение, откат. Вот мы видим, что падение выкупили. Пробовали опять пробить уровень, закрепиться ниже. Опять выкуп. Я принял решение не рисковать. И это решение было правильным. И закрыл всю часть позиции по 67.772. Давайте мы перейдем. В этот день было только две сделки. Давайте мы перейдем у нас в вторник, 12 число. Да, тут было много сделок. Два дня. Творник, среда. Было достаточно много сделок. Рынок был просто идеальным, можем так сказать. Так. И начнем мы давайте с рубля. Опять. Пара доллар-рубль. Что мы видим? С открытия пробили предыдущий минимум. То есть, минимум предыдущего дня. И посмотрите, какая длинная консолидация. Вот на часовом графике она также есть. Ход первый был по цене 67.485. И с добавлением еще 67. Я не написал вообще прощения. Но тут в зоне 67.500. Видите? То есть, было добавление. И стоп на всю позицию стоял 67.675. То есть, за крайнюю точку. Один уровень, второй уровень. То есть, уровни, которые сформированы. Двумя частями. То есть, один и второй. Имеют очень сильную силу. Вот мы видим один уровень. Вот мы видим формирование второго уровня. По цене 67.500. И как мы видим, я тут не закрывал позицию. Так как у нас инструмент пробил ключевые уровни. И ближайшая цель у нас была в зоне 65.500. Но не стал жадничать. И закрыл позицию, в принципе, в конце дня. По цене 66.439. Ну, там приблизительно 1000 пунктов. На стоп был чуть меньше 200. То есть, 180. Ну, больше, чем 5 к 1 удалось взять с позиции. Очень хорошая сделка. Действительно. Вот посмотрите, какое удержание. Все по тренду. Ближайшие все уровни поддержки у нас, мы видим, пробиты. То есть, у нас внизу пустота. До уровня 65.500 приблизительно. Но инструмент, видите, не дошел. Не дошел к этому уровню. Хорошо, что закрыл позицию. В следующий день, как мы знаем, он был открыт гипом вверх. Так, давайте мы рассмотрим следующий инструмент. У нас это Газпром. Как мы видим, опять открытие вроде бы лонговое. Да, то есть, мы удерживаем уровень, но не закрепляемся выше этой зоны. Если вы посмотрите, да. Была попытка закрепления. Здесь я не спешил входить, так как Газпром у нас такой инструмент товарный. И после отката, вот такие, кстати, сейчас модели. Вчера это было по Сберу. Также такая вот похожая ситуация. Когда откат, выход объема и удержание еще и круглой цифры. Посмотрите. То есть, у нас уровень этот повторялся. Тут позиция открывалась тремя частями. Я брал даже ниже 900, признаюсь честно, чуть-чуть. Потому что я ставил стоп именно за вот эту свечку. Этот уровень действительно отработал себя. Такие свечи длинные, они имеют силу. Поэтому за них можно ставить стоп, если есть такая ситуация. Спокойно. Не нужно тут, в принципе, стоп ставить сюда, либо где-то еще ниже. То есть, за такую свечку достаточно будет. Средняя цена входа получилась 14,910. Потому что маленькая часть была открыта здесь, и большинство открывалось выше как раз 9,100. Со стопом 14,877. И цели. Возле 15,000. Это он 15,100. И 15,200. Вы видите, все отработалось. Еще инструмент еще сходил. 15,320. Но тейки стояли, поэтому позиция закрыта в плюсе. Что не может не радовать. Так, смотрим дальше. Переходим в следующий инструмент. Это у нас RTS. Все отрабатывало как один. Все ушло именно вверх. Здесь, где была точка входа? Точка входа как раз вот осуществлена от нижней границы гепа. Открытие. Вот свеча открытия. Смотрите. Попытка закрепления ниже. Вот закрепление выше именно этой свечи. И вход в позицию. Проторговка была приблизительно полтора часа. Вот в этом случае. Можно было еще и тут даже брать, если честно. И стоп ставить просто за вот эту свечу. Смотрите. То есть позиция открывалась по цене 89,310. И стоп у нас был 89,070. Тут стоп 240 пунктов. Даже не 300. Просто залог дня ставил. И тейк я выставил всю позицию на 90,900. Просто поставил тейк. Мы видим инструмент еще отработал. Но я решил не жадничать и забрать свое. Я тут не закрывал частями. Просто поставил там в районе 1600 пунктов. Так, давайте перейдем дальше. Сбербанк. Вот мы видим Сбербанк. Открытие также вверх. Закрепление. Смотрите, зеркальный уровень. Вот он. Хай предыдущего дня. Закрепление выше зеркального уровня. Вход был по цене 11,743. И стоп у нас был 11,799. Достаточно длинный стоп был в этом случае. Но мы видим инструмент выбил и такой длинный стоп. То есть даже можно было и ставить меньше стоп. Но я решил все-таки поставить за круглую цифру. Мы, возможно, не выбили. Но видите, стоп достойный и выбили. Второй вход как раз от зоны 650. Мы знаем, эта зона сейчас отрабатывалась. Она вчера себя также отработала. Смотрите, длинная консолидация. Уровень воздушный был. То есть сформирован новый. Его раньше на истории не было. Так как мы пробили исторические хайи по инструменту. Но по этому инструменту. И плюс по акции также там пробили все уровни сопротивления. Поэтому на еще одном тесте здесь я не заходил. Потому что сделка в контртренд в моменте. Плюс маловато постояли. Не было объема. Поэтому я брал на ретесте. Вот здесь. Как нас достали меня. 11.660. И стоп стоял просто под уровень 945. Я не ставил под это. Просто поставил за 650. Так. И тейки у нас были по ценам 11.798. Как мы видим. Вот возле уровня 11.848 и 945. Именно возле хайя дня. И сделка, мы видим, хорошо себя отработала. Так. Все. Это мы видели. То есть четыре сделки. Видим. Хорошие сделки были. На самом деле я был доволен рынком. Последние вот эти дни. Это смотрим среда у нас. 13-е число. И начнем мы с нефти. Что мы видим? Длинное удержание на круглой цифре. 44 доллара. Вот у нас часовой график. Посмотрите, какое длинное удержание. Длинная консолидация. Ход тремя частями. А, не, стоп. Ход не тремя частями. Ход двумя частями от уровня 44. В этой свечке выбили по стопу. Видим, да? Но я посмотрел на... В одном случае, когда я иногда себе это разрешаю, на стакан. Из-за яб действительно кто-то подставлялся. Не давали пить они ниже. Поэтому я сразу же перейзошел на небольшом закреплении выше 44 долларов. То есть перезаход был как раз от этого же уровня. По цене 44.02. И стоп 20 пунктов. Тут приблизительно 85-19 пунктов. И выставляли стейки 61 и 81. Я поставил просто 3-4 к 1. Чуть больше. Именно возле этого хая. И видите, оно себе отработало. В этом случае был стоп. Это выходила статистика как раз в среду. На выходе данных от запасов. Ну, я решил посидеть. Потому что, смотрите, по удержанию. На четверике стоим. В принципе, держим круглую цифру. Поэтому не спешил выходить. И плюс инструмент еще много не прошел вниз. И вверх стоял. И там в рейнже, смотрите. Ну, отработали цели. И инструмент дальше стал в тот же рейнже. Вернулся к этому уровню. Никуда не шли. Смотрим следующая сделка. По Газпрому. Что мы видим? Открытие у нас вниз. Обычно, то, что я говорил. Смотрите. Предыдущий день закрывается вверх. Мы пробили как раз зону там 15.050. Подразумеваем на дневном графике. Следующая цель у нас зона 15.050. 400-15.500. Смотрите, что делает. Открывает вниз. Доходит большой объем. Я как раз здесь отметил его. Смотрите. Закрывается свечка вот эта. Выше уровня. И начинается удержание. 15.200. Вот смотрите. Плюс у нас этот уровень. Был на истории. Он у нас зеркальный. Вот. Я его провел на часовом графике. Можете видеть. Идет удержание позиции. Как раз. То есть удержание цены выше. 15.200. Стоило открывать лонг. Так как у нас обычно инструмент входит к ближайшим целям. Которые отмечены на дневном графике. Обычно инструменты ходят от уровня к уровню. Поэтому открывалась позиция конечно чуть выше уровня. 15.200. 15.223. И стоп был 184. Просто злоу дня. Ну приблизительно тут получилось 40 пунктов. Достаточно для этого инструмента. Это нормально. И цели. 400 в зоне. Вот 398 я выставил. Дали цели. 432. 488. И 520. То есть я ставил. Чуть-чуть выше уровня поставил. Так как мы знаем инструмент бывает. Часто пробивает уровень. Возвращается ниже. Поэтому видите. Все дали. И он еще сходил. Там почти до 800. Но на такое рассчитывать можно было. Только после пробития 15.500. Когда отменяется правило АТАР. То есть среднестатическое движение цены. Когда он пробивает 500. Да. Можно было пробовать выше. Выше брать. Так как у нас отменяется АТАР. Ну я же ходил раньше. Поэтому не сидел все движение. Смотрим дальше. Это у нас Сбербанк. Как мы знаем Сбербанк у нас сейчас сильнее рынка. И я рассматривал его как раз в открытии лонговых позиций. Так смотрите. На дневном графике у нас образовался тренд. Смотрите. Вот у нас я делал вход от цены 820. У нас зеркальный уровень. Вот он отмечен. Оттуда помните был как раз тоже. Сделан вход в предыдущий день. Вот смотрите. Его еще раз отработали на вечерней сессии. И вот в этом случае с открытия детали закрепиться ниже. Произошел выкуп. И обратный тест. Это этой же зоны. Открывал салон по 825. Со стопом за 800. Куда не ставил. Это был бы очень длинный стоп на самом деле. Так. И часть позиций я все-таки решил прикрыть здесь. Инстамент никак не хотел идти. Решил снять часть риска. Если был бы стоп. Не было бы убыточной сделки. То есть 0. Закрыл по 902. Одну часть. И остальное дали по тейкам. Как раз возле этой зоны. 974. А вот тут я закрывался уже руками. Когда пробил их 12000. Он пытался закрепиться. Это я сразу же исполнил заявку. По 1202. Как раз удалось закрыть позицию. Мирбанк пока у нас сильнее рынков. Мы знаем. Так. Что у нас здесь? У нас здесь оставалась частичная позиция по рублю. С предыдущего дня. Часть позы все-таки я тогда оставлял. Как мы видим. Я уже просто не помню. Что было неделю назад. Смотрите. Часть позиция заставлялась. И вот. Прокрыто в этой зоне. Ну то есть. Почти. Так же. Как была закрыта основная позиция. И. Тут был еще один вход. Вот он. Это вход. И вот выход по стопу. Возле зоны. 67000. Да. Да. Когда вот начали тестировать. 67000. Круглуты. Плюс у нас. Мы видим тренд. На одном графике вниз. Открывалась как раз возле длинной консолидации. Тогда вот. Ну. Тут. Был ложный прокол. Мы видим. Вот он. Ну. Сформировали какой-то себе воздушный уровень. В зоне там 69900. 67000. Вот. Я. Принимаю, что здесь в принципе не к чему привязать. Сильно уровень. Можно было и не брать. Но я все-таки решил попробовать зайти. Смотрите. Вот у нас объем еще вышел повышенный. Но это уже после входа в позицию. Но мы видим. Сделка себя не отработала. Чуть распиленный уровень был. Скорее всего. Вот. В этом случае. Оно рисовалось. Как будто мы пойдем. Но мы видим. Инструмент выкупили как раз после запасов по нефти. И он пошел выше. Сейчас рубль такой распилен. Так. Все. По этому дню у нас. Больше сделок не было. Потом четверг. Я не торговал. Рынок был не очень понятным. Это часто бывает. Когда мы куда-то идем по тренду. Либо вверх, либо вниз. Очень сильно. Потом бывает один день как раз разгрузки. Как мы называем. Либо два дня разгрузки. Рынок не может все время идти. Он ходит только 25% времени. То есть со 100 дней мы ходим только 25% по тренду. Остальное мы стоим в боковике. Ну, либо раньше в пиле. То есть сюда-сюда рынок непонятно никуда не будет. Поэтому четверг раз был такой день. И хорошо я не торговал. Там не очень хорошие сделки были бы. До следующей недели. Это у нас пятница. Александр Леониденко, кстати, выставлял такую же сделку. Мы ходили с ним вместе. Он оставлял овернайт. Я не оставлял. Так как у нас была встреча в ДОХе по нефти. И могли в любую сторону открыть. Но ему тут повезло. И он заработал более 2000 пунктов на эту сделку. 2500. Я этого не делал. Решил мне рисковать. И закрыл позицию. Как раз вот мы видим. Открытие было возле уровня 67. Почему здесь? Смотрите. Вот у нас проторговка этой зоны. Смотрите. Вот у нас не пускает. Вот у нас на часовом графике. И ближайшая зона сопротивления. 68-100. Ну, 68-100, 68-200. Открывалась позиция по 67-0-62. Стоп был 930. То есть 130 пунктов. И я хотел как раз закрываться 68-100. Приблизительно. Но мы видим. Инструмент не хотел идти выше хая предыдущего дня. Вот эта зона. Если бы он может закрывался выше этого уровня. Может я бы ее еще оставил. Смотрите. Даже не добивали. Не говоря уже о пробое этой зоны. Поэтому я решил зафиксить позицию. И закрыл по 68-513. Вот у нас выход перед закрытием торгового дня. И не оставлял позицию на ночь. Хотя мы знаем. Следующий день у нас открылся где-то. Но. Риск был не очень обратным. Так. У меня по сделкам все. О, Игорь. Вы здесь? Нет, Роман. Я ушел в кино с красивой девушкой. Конечно, я здесь. Куда же я денусь? Я с огромным интересом слушаю и записываю. Коллеги, пожалуйста. Какие вопросы к Роману? На мой взгляд, очень интересная неделя была. Вот я вижу вопрос от Людмилы. Роман, как смотрите на точку входа по газику фьюч от уровня 14915? Очень надо. Посмотрим. Да, да, да. 14915. Сейчас, сейчас. Ну, можно заходить. Да, смотрите. Вот этот уровень. Я понимаю. Он зеркальный сегодня. Его тестировали чуть-чуть выше. Там где-то 930. Можно пробовать на самом деле. Можно пробовать. Он стоит плохо. Сейчас мы посмотрим, что у нас Сбербанк делает. Сбербанк у нас пока на хаю стоит. Да, если он туда дойдет, можно пробовать. Хотя у меня есть сомнения. Я думаю, что мы будем держать, скорее всего, зону как раз вот эту 15 тысяч. Видите, мы сейчас его как раз начинаем удерживать. Ясно. Если дойдем туда, пробовать можно. Соглашусь. Смотрите, сейчас мы посмотрим, что у нас еще по нефти. Давайте быстренько. Да, смотрите, нефть, в принципе, нормально идет. Вот у нас зеркальный уровень. А также тут сделка была, но она на другом счету. Я не могу тут показать, а потом выставлю. Ну, на следующей неделе мы рассмотрим. Вот как раз возле этой зоны. И стоп за открытие дня сегодняшнего года. Вот тут будет. Стоит еще. И там еще, кстати, также си неплохо. Рубль у нас вот рисует. Воздушный уровень после пробития. И вот длинная консолидация. Также здесь сижу в шарте. Признаюсь честно. Вот в этой зоне. Я могу нарисовать. В зоне там 700. Расширим. Видно? Понятно. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос, Роман. Роман спрашивает вас. Добрый день. Что думаете по РТС в моменте? Спасибо. Сейчас, секундочку. Посмотрим, кто у нас РТС сейчас. Так. Давайте. Ну, у нас сразу есть. Вот у нас сопротивление. 92.500. 92.600. Так. Пробили. Ну, мы находимся, конечно, выше зоны 90.89 тысяч. Вот у нас этот уровень. В моменте мы были ниже. Смотрите. Вот вчера на вечерке как раз пришел закрытие выше 89 тысяч. И сегодня пошел улет вверх. Ну, пока вверх смотрится, да. Но я просто тут сложно с точками входа уже, если честно. Я сегодня сам его только с открытия можно было вот в этом случае вот тут взять и 90 тысяч поставить. Да, попробую. А сейчас я даже, ну, сложно пока его торговать. Конечно, лучше уже брать выше хая закрепление 93 тысячи. Но на момент входа это будет поход цены сегодняшней больше, чем 3 тысячи, да, получается. Да, это будет там 90, то есть 3,5 тысячи пунктов. Не знаю. Я пока в него лезть не буду. Хотя, вот если тут взять, да, что-то мы тут делаем. Вот, в принципе, формируется, кстати, точка входа по тренду. Можно взять, можно нет. Но я не очень люблю РТС, так как он часто выбивает. Хотя, мы знаем, если он идет по тренду, он обычно идет красиво и с таким вот консолидацией. Я пока лезть не буду в него. Понятно. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Я вот вижу комментарий Ильи Коровин. Он пишет, есть ощущение, что Роман учился у Александра Герчика. Учился, да, учился в 2012 году, после этого торговал на Америке какое-то время, но перешел на фондовый рынок России, Ford Futures, о чем не жалею. Так, Роман, как понять, например, по рублю, это сильная консолидация. Не сильная, а длинная консолидация. Если мы стоим, мы видим, да, вот у нас образовался, формировался уровень в зоне 66700, мы видим, смотрите, 11.15, то есть мы стоим 2 часа ниже уровня. Конечно же, это будет зона, в принципе, какое-то сопротивление. Если цену 2 часа не пускают в одну либо в другую сторону, значит, там кто-то есть. Я рассматриваю больше на шорт, потому что, смотрите, здесь, во-первых, нету уровня ближайшего, вот у нас ближайший уровень, это в этой зоне, в зоне 300. Плюс у нас тренд сейчас вниз, и инструменты все смотрят вверх, поэтому я рассматриваю больше шорт, чем лонг. И открытие у нас шортовое, смотрите. Так, какая ваша любимая комбинация, которой вы пользуетесь? Пользуетесь. Комбинация про торговки. Я больше всего люблю длинные консолидации, либо закрепление над-под уровнем после пробития. Ну вот, смотрите, как сегодня были по Газпрому. Вот это, выше 900. И как вот сейчас по рублю, так же неплохо идет консолидация. Но я люблю пробой с закреплением, либо отбой от сильного уровня. А выход, это когда выходит объем, либо идет возле сильных уровней. Но я обычно выхожу тейками математическими. То есть, 1, 2, то есть, 3, 4, 5, 6 к одному. Так проще. Понятно, хорошо, спасибо, Роман. Ну что, давайте тогда остановим демонстрацию рабочего стола. Я вам тоже задам один вопрос. Все восстановил, Игорь. Ага, ага. Я как раз вывожу свой вопрос на экран. Это к вопросу Ильи Коровина о том, что учился у Александра Герчика. Вот я вижу фотографию. Это вот в январе только было. Это где вы с Александром? Это мы в Киеве. Был как раз, насколько я знаю, живой в Киев последний семинар. Так как Александр Герчик сейчас со временем не так хорошо. Поэтому они, насколько я знаю, переехали сейчас в Торонто. У них будет в Канаде семинар летом вместо Киева. Это у нас в Киеве как раз было в конце января этого года. Понятно, понятно. Ну что, будем ездить в Торонто теперь. Ясно. Что тут? Все ребята поехали. Легкотня. Понятно, хорошо. Роман, как видится эта неделя? Что интересно, на ваш взгляд, может быть, Сбер будет дальше лезть? Я думаю, да, Игорь. Как мы видим, у нас пробили ключевые уровни. Вот у нас было пробитие 12.020 приблизительно. И инструменту стремился вверх. Скорее всего, можно ожидать, что мы пойдем дальше по тренду. Хотя не стоит исключать, мы уже не раз видели, как было по Газпрому, да? Обычно вынесли вверх и сразу произошло в зале. Но если в случае Сбербанка, там было пробитие очень сильного уровня по акции, именно в генографике. Мы там в зоне 110, мы пробили и закрепили свой же плюс. У нас произошел импульс вверх. Поэтому, скорее всего, что у нас будет продолжено движение вверх по Сбербанку. Я не знаю, когда он остановится, может быть и 15 тысяч Сбербанка. Не сложно сказать. Но, скорее всего, будем идти дальше вверх. Ну, 15 тысяч у нас уже у коллег звучало, здесь пожелание. Поэтому, как бы, я надеюсь, оно и состоится. Раз уж два человека сразу на рынке говорят, что 15, значит, так и будет. Поняли вас, Араман? Спасибо. Спасибо вам огромное. Хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо вам, Игорь. Всем ребятам хорошей торговой недели и хорошего настроения. И вам, Игорь. До свидания. Спасибо. До свидания. И спасибо. До свидания.